Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я отношусь к истории очень осторожно. Ее нужно объективно воспринимать и брать из нее только лучшее и развиваться дальше. То есть должен действовать принцип созидания. Самое главное, необходимо, даже если были ошибки, относиться к ним объективно. Не оправдывать, а сделать так, чтобы они не повторялись дальше в истории. Я глядывая на то, что Советский Союз распался еще в 1991 году, шмат какие символы той эпохи можно убачить и зараз. Правда, если для старейшего поколения я не ассоциируется с тахачасным житем, то молодь часом неведа на вот их назвы. По улице Гомеля советского периода прошел Олег Сентяров. У советской часы у Беларуси Гомель был одним из лидеров покойки сиповников Лениным. У свой час их тут было свыше 20. Один, за яких и сё не сустракая гостей города на Чагуночном вокзале. Гомель находится в закрытом помешкании, тому добр заховался. Одного започных гомельских ядлечов можно убачить и в Новобелецком районе. Он и зараз показывает рукой на прамок до светлой будущей, до речи о причалении на областном центре. Знаходится еще и помник лягу паплечнику Феликсу Дзержинскому. Установленный он каля будинка Комитета Дзержавной Беспеки, який так само вызначается советской символикой. На даху находится герб Советского Союза со стягами. Ломать эту композицию никто не сбирается, у речи это наша спадчина. Але заправдный парк советского периода, своранный на территории Гомельского Дзержавного профессийно-техничного колледжа народных промыслов. По инициативе областного управления Дукацы, в 2014 году сюда привезли скульптуры, які ранее знаходятся у розных кропках города. Тут и пионеры с комсомольцами, и Ленин. От дитячого взрослого до периода в учебу в университете, побачь женщины с дитяцей и хлопчик с мячом. У советские часы такие типовые скульптуры можно было убачить во всех городах. Але после 90-х они начали разбураться и теперь сусаркаются редко. У Гомеля идея створения такого парка у себя оправдала. Скульптуры оказались под постоянным доглядом. Мы смотрим, чтобы они сохранялись в надлежащем техническом состоянии. И также поддерживаем их эстетическое состояние. То есть где-то подкрашиваем, следим за тем, чтобы они были в сохранности. Парк скульптуры советского периода у Гомельского Дзержавного профессийно-техничного колледжа народных промыслов нечто начало филиалу музея советского быта. У минулого научного года под его отвели несколько помешканий. Сам музей – дипломный проект группы дизайнеров. Экспонаты сбирали выкладчики разом с наученцами. Идея простая – показать типовую хрущевку с проходным покоем и речами, без каких тогда было никак не встись. Знакомитые советские вынаходницы – сумка авоська. Само по себе, до речи, вельми компактная, але у ее можно было переносить. Неде литров пять молока, якое тогда, до речи, продавалось у школьных бутыльках. Сегодня музей советского быта наведывает не только наученцы колледжу. Об его запотребованности можно мерковать по записах у князей Водгуков. Просто ностальгия. Это уражение, которое тяжко передать. Это супер. И еще мы узгадали свою молодость. Хоть экспозиция крыстается популярностью не только у людей старейшего поколения. Когда приходят наши дети, приходят к нам гости нашего города, приходят к нам студенты наших высших учебных заведений, попадая в эту советскую квартиру, они, безусловно, узнают вещи те, которые есть и сегодня у них в квартирах, есть у их бабушек. И это вызывает, безусловно, у них определенный восторг. Для того, чтобы реконструировать это здание, тут надо массу согласований, в том числе и с Министерством культуры. И при этом оно запрещено, чтобы его... Его можно только восстанавливать, но не удалять. И об еще одном будинку, який символизует советскую эпоху. Середняя школа номер 27, якая находится по улице Песина. У другой полови 30-х годов у Гомеля было побудовано 5 таких школ. У четырех, за яких и зараз, находятся научальные установы. Такие школы назывались и сталинскими. Конкретно эта, первая, сталинская, чагуночная. Вокруг школы были одноэтажные частные дома, был большой вишневый сад, кругом росли деревья и кустарники. И школа четырехэтажная, большая, светлая, монументальная, она приковывала взгляд любого человека, который проходил по близлежащим улицам. То есть она была центром микрорайона. В этих школах, да, эти школы были похожи даже внутри. То есть у них красные ковровые дорожки лежали на коридорах и на ступеньках. Лепнина, так как это была мода того времени. Высокие потолки, светлые коридоры. Все это было типично для построек сталинского времени. И в основном все это и сохранилось до сегодняшнего дня. Олег Синтеров, Яген Макеенко, телерадокомпания Гомель. 6 листопада 1956 года у Гомеля вышла в эфир первая телепередача. Следачи убачили мостатский фильм «Максим Перапялийцы». Для вытока у телевизийной эры стоял Гомельский аматорский телевизийный центр. Город Гомель. Выдатных поспехов добились у своей работе радио-аматоры Гомельского радио-клуба ДОСАВ. Тут при отсутствии телевизийного центра принимают телепередачи. Много довелось и попрацовать старейшему радио-аматору, технику радио-музла Кернажицкому, инструктору радио-клуба Грылцову, каб на экране з'явилися першые атлюстраванни. Радиус приема звычайного телевизора 30-40 километров. Гомельский радио-аматоры глядят концерты и спектакли Киевского телевизийного центра за 240 километров. Гомельский радио-аматоры Напевно, миновата эта подея и натхнила гомельских радио-аматоров на створение уласного передающего центра. 6 листопада 1956 года яны сдолили выдаць у эфир мостатский фильм «Максим Перапеллица». Первое решение отбылось из будинка палаца чугунышников, на дах у якого установили две антенны – принимающую и передающую. Сигнал можно было принимать на отлеглости неде 10 километров, по сути, во всем тагочасном Гомеле. Правда, колькость телевизоров у городе у той час не перевышала и одного десятка. Потом программы выходили два-три разы на тыдень. Самым першим ведучим стал Янаць Семенцов. Единые были функции такие, значит, мне бы приходилось как диктора объявлять и киномехаником быть. Афанасьев был у пульта, Евгений Павлович Кирножицкий был, так сказать, вдохновителем всех этой творческой группы нашей. Яночкин доставлял нам кинофильмы из кинопроката, ну и участвовал, естественно, все в изготовлении и модернизации дальнейшего этого оборудования. Явген Кирножицкий, Янаць Семенцов, Уладзимир Афанасьев, Усеволод Яночкин, Леонид Ароншик. Это ты иллюзия, которые стояли левы тока у Гомельского телебачения. Из всех ветеранов у живых все не только Леонид Ароншик. Сейчас он живет в Израиле. Но от интервью по интернете не отмавляется. Кажется, что прошло 60 годов, а, сдается, все было быцем у Шора. Пришел, увидел это телевидение, а тогда, собственно, понимаете, никто ни малейшего представления в Гомелье не имел вообще о телевидении. Вот. А телевизионный центр любительский находился во дворце культуры железнодорожников. Вот. Там была небольшая студия, порядка 20 квадратных метров. Оборудование было разработано и изготовлено группой любителей. Во главе с Кирножицким Евгением Павловичем, Афанасьем Владимировичем, и Семенцовым Геннадьем Владимировичем, и другие. Вот. И, собственно, отсюда и начались регулярные телевизионные передачи в Гомелье. Крыху большим празд год аматорский телецентр был передадзен на баланс Министерства Совези и стал другим после Минского телецентром Беларуси. Первая передача уже в новом статусе. Новогодний концерт 31-го Снежня 1957 года. Гэтая дата лишится днем народжения Гомельского телебачения. Празнекальки десяти годзев ветераны узгадывали той перед степлынёй. Хоть и не утойвали. Часом сдарались и курьёзы. Заставка Гомельская студия телевидения и ГСТ. Они были укреплены на посылочном ящике. Типа Куба. Гомельская студия телевидения, ГСТ. А дальше на двух сторонах. Наши передачи закончены. Спокойные ночи. Осветитель мне перед камерой это переворачивал. В своё время, когда надо было. Да. И вот начинается передача. Даём марш вступительный. Идёт Гомельская студия телевидения. Следующий он должен повернуть ГСТ. А вместо ГСТ он повернул в другую сторону. Наши передачи закончены. С 1958 года Гомельская телевидения находилась у будинку по улице Пролетарской. У яким зараз размещен комитет державного контроля. Тут же дальше была и лаборатория по проявце киноплёнки. Я её потом перенесли у кинотеатра Калинина, где отбывался монтаж. Потом плёнку несли у студию, якая у сёйши находилась у палаца чугунышников. И не было ни одного выпадку, как не поспели до эфиру. Это был огромный интерес к работе. Интерес был буквально у всех. Мы были энтузиасты. Мы не просили небольших денег, ничего. Мы там получали маленькие оклады, полоклады. Бог его знает, как нам платили. Короче говоря, был огромный интерес. У 1960-м годе для Гомельского телебачения узвели сучасный будинок. Побач телевизионную вежу, якая дозволяла распаусюривать сигнал. Надлеглась до 150 километров. Створение телебачения дало шторшок развитию и инших сфер. Министерство гандлю дозволила продаж у крамах телевизоров. По тагочасных правилах их реализация проводилась только в тех городах, где было уластное вешание. Заявились телемайстерни. У Гомели началася телевизионная эпоха. Алексей Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня 97-й день народжения отзначил музей Гомельского палацова-паркового ансамбля. Эта установа была открыта 7-го листопада 1919 года. И тогда называлась Мастацкая историчная музея. До дня народжения установа отрмала уникальный подарунок. На минулым тыдне тут представили фотографичный альбом «Гомель-1911». На сторонках альбома 14 саправдных фотографий початку минулого ста годзя с видами парку и интерьеру Гомельского палаца. С уникальными экспонатами ознайомилися наши корреспонденты. Альбом «Гомель-1911» экспонат саправдой уникальный. Верагодний за усе Йонус Нуе у один им экземпляры. На сегодняшний день есть два варианта и причин его выдания. До 55-ти годзя уступление во владание майонткам Фёдора и Ирыны Паскевича. Те у якости подарунку некому особливому гостю, худшей за усе с царской семьи. Цекавая и сама история набытия альбома. Я была на конференции научной в Петербурге. И когда сообщала о Гомельском дворцово-парковом ансамбле, один из исследователей подсказал, что где-то в Москве блуждает якобы альбом Гомеля 1911 года. И вот тут началась почти детективная история. Мы его разыскивали, мы искали владельца, мы искали информацию об этом альбоме, затем нашли. Значную допамогу на бытие альбома оказал гомельский антеквар Сергей Путирин. Финансовую патрымку оказал Беларусьбанк. Докладный коштораритета не называется. Это коммерцийная тайна, але он вельми немаленький. У ближайший час альбом будет накерован на рестаурацию. А таму башить его экспозиции по кулинильгу. У совете с этим фотокопией сдымка у музея вырошили выставить у одной из галерей. Дарэча фотосдымки мают не только историчную каштуность. Яны допамогают специалистам у одновлений Палаца и Парка. При этом у администрации ансамблю спадзяются, что это не опошняя каштовная набытие и нават называют экспонат, який тут вельми жадают убачить. У нас есть картина Паскевича там на лошади, Иван Паскевич. Она, в принципе, коллекционер нам его передал на временное хранение. Он тоже бы купил эту картину на аукционе в России. Но пока стоимость для нас этой картины большая. Поэтому она просто у нас находится. Но мы мечтаем, конечно, ее купить, чтобы она была нашей собственностью. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Валерия Гопанько. Телерадо и компания Гомель. До инших тем. Залешне доверливые состарелы снова робятся охвярами нечистых на руку людей. Злочинцы представляются социальными работниками, уваходят сюда верда старых людей и крадут все их сбережения. А пошнят такие выпадки, зафиксованные в Рогачевским и Жлобинским районах. Гэтым жанчинам на двоих в сумме амаль 180 годов. А пошнят 30 годов сестры звездки Хмелянец Рогачевского района живут разом. Не глядяши на шановную взрослые, они все еще опрацовывают огород, робят консервацию на зиму. Пенсию расходуют по минимуме, основную частку откладывают. На минулым тыдни их наведали непрошенные гости. Жанчины, которые выдали себе за социальных работников, были настойливые. Когда трапили в хату, поклали на стол две пачки печива и пакетку руб у якости подтверждения своих добрых намеров. И пропоновали пройти медогляд. Ну, и военные все. Ой, и мы вам дарма выпишем. И торг, и дровы вам дарма выпишем. Вот, когда у меня все не заполятить, а тут еще на подпорах стоит хлев. Все, все надо. Все надо. И так она, мы все пособим. Так сейчас, как сказали последнее это слово, еще приедем к вам, еще приедем. Так даже и третья на порог. Я это не башила уже. Ходите скоронько. Через порог ноги не переклала. И за их, и побегли скоронько. И сейчас на Сашу. И сейчас только я это подняла, сейчас сколько из моих слухали. Глухий черт. И цап в кармане. Гроши нема. Гроши нема. И от милиции. На место здарения выехала оперативная группа. У Жанчин зникли их пенсии. 450 денаминованных рублев. Следшие пытали потерпелых, высветлили, что подозренные были опрануты ухустки, черные скуранные куртки, дали ориентировки. Але затримать их по горячих следах не отрималося. Покинутые ими продукты, харчевания, так само и иншие доказы накированы на экспертизу. В данный момент экспертами отдела ведется работа по обнаружению биологического материала. При наличии клеток будет выявлен генотип, который мы сравним с имеющейся базой. И таким образом вследствие появится возможность выявить личность людей, которые могли держать в руках изъятые предметы. На наступный день я еще один таки гость наведал хату у везцы Соленая Жлобинского района. При подобных околичностях зникли гроши в сумме 140 рублей. Аналогичные факты, крадя жумаемость, имели место в Гомельском, Калинковицком, Петриковском, Мазырском, Наравлянском и инших районах Гомельской области. Уважаемые престарелые граждане, если к вам дом под видом социального работника пришли неизвестные лица, то вас это должно насторожить. Сообщите об этом своему социальному работнику, либо не пускайте данных лиц к себе в дом. Руслан Габрилев, Сергей Негеревич, Максим Славин, телерадиокомпания Гомель. На дорогах в области заховывается небеспечная остановище. Да и просит у дельников руху быть уважливыми. По информации областного гидромедцентра, ближайшей ночью в особных районах чекаются дожжи. У день будет переважный без опадков. У ночей ранецы на особных участках дорог гололедится. Температура поветра складет минус 2 до плюс 3 ночи и от 1 до 6 градусов тепла в день. У Сираду в день на больший час с этой территорией чекается мокрый снег и дождь. У ночей ранецы туман, на дорогах заховывается гололедится. Будет до минус 5 градусов в ночи и до 4 тепла в день. По передних прогнозах, до конца тыдня на Гомельщине чекается похолодание. И опошнее. Увазе гамельчан. У совести с выкананием ремонтных работ 8 и 9 листопада будет закрытый рух транспорта по улице Подгорной. Просим улежать эту информацию при плановании вашего маршрута. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomy.by На этом выпуске завершены. У студии працював Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова